Иконы, честные вериги апостола Петра, пожалуй, единственные на Среднем Урале, прибывают в храме города Сесерти. Верики – это цепи, которыми был скован ученик Христа во время преследований за проповедь Евангелия. В честь этой святыни освящен один из пределов Сесердского храма. О престольном празднике церкви наш следующий сюжет. О, святые Петри, великие апостоли, самовичи и сатаиничи Божии, всемощную десницу Учителя Твоего, извод волнующихся приятый и от конечного потопления освободивайся. Прихожане и паломники храма Семена и Анны возносят молитву святому апостолу Петру, но не в привычный христианам летний день первоверховных апостолов, а 29 января, когда церковь совершает поклонение честным веригам апостола Петра. Кандалами апостол был скован в тюрьме, но ангел Господень снял с него эти цепи и чудесным образом освободил его из темницы. Возможность помолиться святому апостолу Петру, попросить его пламенной веры, его покаяния, его слез, которые он имел, его любви, которую он имел ко Христу. Любишь ли меня, Петре? Вот, конечно, Господи, весь и як люблю тебя. И вот, читая эти строки, мы как-то так немножко вот взбодриваемся. На именование правого предела в честь честных вериг апостола Петра не случайно. Церковь в 18 веке строил местный заводовладелец Алексей Турченинов, а его сын Петр родился в канун праздника вериг апостола Петра. В советское время богослужения здесь не проводились, но в 90-е начались службы, и первые молитвы стали проводить именно в пределе вериг апостола Петра. Мы жили в Екатеринбурге, потом купили здесь дачу, начали ходить в наш храм. Вот его так полюбили, продали все квартиры, переехали в СССР. Когда вот начали в храм ходить, тоже он был очень уютным, он был очень маленьким. Вот эти вот маленькие алтарчики такие, все такие деревянные. Вот эту вот, кстати, икону всем храмом собирали деньги и заказывали. Вот ее там у нас в этом пределе была. Сейчас в трапезной части храма идет роспись, преображается церковь и снаружи, благоукрашается и сама Сосердь. Я лично пришел, мы начинали служение в пределе, которое сейчас на реставрации. Там у нас сейчас иконопись, ну, росписи на стенах, как бы полностью реставрация идет тех пределов. Очень радуюсь, что историческая составляющая нашего города на первом плане, ну, и, как бы, инфраструктура тоже развивается. Это очень приятно. Посетить храм всех желающих приглашают на Большой престольный праздник 16 февраля в День святых Семена Богоприимца и Анны Пророчицы, а также на второй Малый престольный праздник 30 марта, когда отмечается память Святого Алексея, Человека Божия. Продолжение следует...